Наша Таня громко плачет, для ВКонтакте будет так. Наша Таня громко плачет, Таню бросил взрослый мальчик, потому что малолетка, а какой же он мудак. Теперь она не только пишет стихи, но и песни. За тот год, что челябинцы не виделись с Юлией Соломоновой, в ее творчестве произошли изменения. Одна песня уже вышла, композитор Олег Паков исполняет Татьяну Буланову. Причем в детстве Татьяна Буланова была моя любимая певицей. У меня была кассета с двух сторон, записанная песней «Только ты». Я могла ее слушать просто бесконечно. Одна сторона заканчивалась, я переворачиваю, у меня там еще целая сторона. Это мы сейчас можем на репит поставить, тогда технологии были другие. И поэтому я, конечно, счастлива, что моя любимая певица детства исполнила песню на мои стихи. Мы ждем, ждем ее на всех радиостанциях. Она называется «Прости мне не проститься». Это очень грустная песня, но музыка не грустная, музыка такая клубная. В наш век социальных сетей поэту проще выйти на читательскую аудиторию. Не надо проходить худсоветы или договариваться с издателями. Да, легко, наверное, проснуться знаменитым. Это же популярность, к сожалению. Да, да. Вот этот, сохранить вот этот вот свой популярный контент, это, ну, сложнее всего. Можно выстрелить. Один раз. А в дальнейшем? Нужно же остаться в истории. Вы знаете, совсем не проще, чем раньше. Всегда было одинаково. Просто раньше были литературные журналы. Нужно было напечататься в литературном журнале. Вот ты напечатался и уже стал известным. А сейчас нужно не просто выложить стихи в интернет. Нужно, чтобы все-таки прочитали эти тысячи. И для того, чтобы это произошло, нужно не одни стихи выложить, а очень много стихов. И главное, не нужно ждать. Вот я сейчас вот выложу эти свои стихи, они у меня гениальные, и прославлюсь. Нет, так не бывает. Нужно писать. В первую очередь это, наверное, творчество, а во вторую очередь уже слава. Иногда ее не бывает, иногда она бывает. Ну и главное, что когда спрашивают, а вы чувствуете славу? Ее-то не чувствуешь. Это вот если раз, и ты чувствуешься приподнятое настроение, как от шампанского. Такого нет, наоборот. Ответственность повышается. Чем больше человек тебя читает, тем выше ответственность. Знаете, честно скажу, сейчас в последнее время практически не читаю, как всегда, работа, работа, дети. Поэтому с удовольствием хожу на такие мероприятия, хоть где-то можно приобщиться. Для современного поэта важно быть актуальным и мгновенно реагировать на происходящее в обществе изменения. Мне нравится писать на новые темы. Я же современный поэт. Любовь – это, конечно, вечная тема, но даже в любви есть новое. Это общение людей через интернет, через социальные сети. Вот Тиндер, например. Вы знаете, что такое Тиндер? Я недавно узнала, меня это поразило, что сейчас есть этот Тиндер. Я даже его тут же вставила в стихи. Как только я узнаю что-то новое или мне удается сформулировать какие-то новые нравы, я обязательно об этом пишу стихи. Поэтому у меня очень современные стихи. Поэт – это, конечно, отражение эпохи. Почему? Потому что его стихи – это ответ на реальность. В стихотворениях Юли можно действительно найти что-то смешное, что творится сейчас с женщинами, в том числе с отношениями между мужчиной и женщиной. Можно найти какую-то боль, которая происходит сейчас в мире, в стране, в душе каждого человека. И это и есть свидетельство того, что да, это зеркало. Ее стихи очень прямолинейные, живые, современные. И так манят их слушать и слушать еще. Я очень скользь знакома, и поэтому я сегодня именно хочу сделать вывод какой-то такой, ну, общий. Литературный квартирник сегодня – это не посиделки с гитарой на кухне. Это настоящее светское событие. Спектакль на малой сцене, спектакль на большой сцене и спектакль в ресторане – это абсолютно разные спектакли. Вот сейчас у нас не спектакль на малой сцене, у нас спектакль в ресторане – это светский раут. Все придут выпить шампанского, показать свои наряды. То есть это бал, бал, а я такой придворный, придворная поэтесса. Держись, это еще начало, а впереди вся жизнь.